Привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. В сегодняшнем видеоролике у нас очередная подборка трех самых лучших Android-приложений за минуту шиндилю. Итак, давайте приступим. Первая программа называется OpenLinkWiz. И, по сути, это не программа даже, это скорее утилита или дополнение к вашему браузеру, который вы пользуетесь по умолчанию, то есть не обязательно встроенным. Это может быть любой браузер, в моем случае via-браузер. И в чем суть данного расширения? Все дело в том, что частенько мне кто-то вконтакте в сообщении, допустим, прикладывает ссылочку на пост в какой-нибудь другой группе, в которой я не состою, и когда я тапаю в сообщении на эту ссылку, меня почему-то перекидывает в браузер. То есть я не могу просматривать содержимое поста группы в приложении ВК, меня почему-то перекидывает именно в веб-версу, ну то есть в браузер. И так бывает не только с ВК, такие проблемы бывают и с Алиэкспрессом, Гербестом, Твичом. Ну то есть это распространенная проблема, и не всегда понятно, кто виноват. Или разработчик приложения, или разработчик прошивки, что слишком агрессивно встроенный браузер перехватывает ссылки. Непонятно, но на аппаратах от компании Xiaomi, на прошивке MIUI у меня такой проблемы никогда не было. Может быть я просто везучий. Если есть владельцы аппаратов от Xiaomi, отпишите в комментариях, действительно ли у вас это в прошивке починено, или вы тоже с этим когда-то сталкивались, и просто я такой везучий. Итак, давайте мы зайдем в историю и посмотрим последний ролик. Так, новости, это ВК, ну вот много бигбокс-изданий. Мне друг выслал ссылочку на ролик с уютного подвальчика, где была распаковка, получается, старых коробочных изданий, PC-игр. Я такие ролики очень сильно люблю, и вот у меня почему-то оно открылось в браузере. Как быть в такой ситуации? Просто жмем на кнопочку отправить, ну поделиться, и выбираем наше дополнение OpenLinkVis. Открываем с помощью, и она с автоматом перекидывает в официальное приложение YouTube. Более того, у меня для работы с YouTube три программы. Это Lua Player, это OG YouTube, ну и собственно официальный клиент YouTube. Но почему у меня открылся официальный клиент, и нету на выбор трех других программ? А все дело в том, что OpenLinkVis сохраняет ваши предпочтения. То есть если мы зайдем в раздел предпочитаемого приложения, у нас здесь будет YouTube. Тапаем по нему, и вот смотрите, YouTube автоматически будет открывать ссылки класса www.youtube.com. То есть это потому, что я выбрал изначально YouTube. Если бы я его не выбрал, то когда мы нажали бы на кнопку поделиться, мне бы предложились все три программы. То есть если я захожу на vk.com, то есть если проблема такая с ВКонтакте, жму открыть с помощью OpenLinkVis, и мне предлагается открыть через vk.coffee, через официальное приложение ВКонтакте, либо через Kate Mobile. То есть вы вручную задаете свои настройки. Отмена, я оставлю. То есть, ну и также предпочтение вы можете удалить, если хотите перепривязать к другому приложению. Больше здесь никаких настроек нет. Ну то есть очень простое приложение, и я думаю, вы поняли, для чего оно было создано. Вторая программа называется PerrChecker. PermissionChecker. Программа для проверки выданных разрешений тем или иным приложением. Очень часто я сталкиваюсь с такой проблемой, что когда приложение с Google Play для России удаляют, но при всем при этом его можно скачать, если вы находитесь не в России, а у меня не российская учетная запись с Google Play, я его дублирую в наш Telegram канал. И многим это не нравится, они пишут, что если скачивать приложение не из Google Play, то оно обязательно будет с вирусом. Это на самом деле сумасбродное предположение, потому что мы в подкасте неоднократно приводили в пример новости, когда в Google Play были зафиксированы всплески вирусных приложений, и они там существовали несколько месяцев, и только потом, получается, команда Google, ну в частности Google Play защитника, определяла их и удаляла из магазина. То есть нет для Android пользователей панацеи, что вот в Google Play приложения 100% защищенные, а в APK Pure, к примеру, только вирусы. Нет. В случае с Android мы должны сами беспокоиться о своей безопасности. Это первое. Второй момент, ну, антивирусы, они все-таки неприятны, но они крайне необходимы на Android устройствах. Ну ладно. Программа Pure Checker. Она позволяет вам просто, если вдруг вы по запарке, либо устанавливали много приложений, либо вот у вас есть свободная пятиминутка, вы хотите проверить, а какие программы по факту, ну, могут оказывать какие-то негативные последствия на работу вашего аппарата, там, либо на ваши личные данные. Заходим в раздел статистика, и вот смотрите. Есть 9 категорий. Это календарь, камера, контакты, к примеру, осуществление телефонных вызовов, отправка сообщений, и, к примеру, Storage, это хранилище. Но вот Storage, это самое популярное разрешение, потому что более 360 приложений у меня получило разрешение на работу с хранилищем. Ну и где-то 80 я запретил это делать. Вот. Также можно посмотреть, смотрите, какие программы могут звонить. Давайте зайдем в раздел Phone Call, и посмотрим, кто же может звонить. И я вам серьезно говорю, вы очень сильно удивитесь, потому что один человек мне пожаловался, что у него пропадают деньги с телефона, у него очень часто получается, телефон самостоятельно подписывается на какие-то платные подписки в нашей группе ВКонтакте. Я ему, естественно, подсказал программу PerChecker, и выяснилось, что программа «Телефонная рамка», то есть вот когда вы ставите телефон на подставочку, у программы «Телефонная рамка» есть разрешение на отправку смс-сообщений. Мы запретили программе это делать через настройки, после чего у него подписки все исчезли, ну, то есть перестал телефон подписываться на платные услуги. То есть действительно, получается, ну, вирус или, скажем так, злодей может быть зарыт с виду в безобидном приложении. И вот смотрите, кто может осуществлять телефонные вызовы? Листаем, по сути, пока все программы меня устраивают. Это Viber, Funda, потому что в браслете будет вибрация, что мне кто звонит, Telegram, Сбербанк, это все нормально, нормально, нормально. Ассистент Дуси. Я вот сейчас просто покажу вам, что, например, Battery Doctor. Ну вот зачем программе Battery Doctor контроль телефонных вызовов? Потому что в 6-ой версии Android, и, по-моему, даже в 5-ой, приложением запретили включать режим авиарежим, когда у вас телефон, получается, отключается от мобильной связи. То есть как бы непонятно, надо будет потом посмотреть, повнимательнее разобраться. Яндекс.Такси, понятно почему. Клиент почты, тоже непонятно, но он встроенный. То есть я веду к тому, что таким образом я периодически беру и делаю изыскание. Если вы посмотрите, 66, 65 программ, вот я специально вам выделяю большим, жирным, получается, выделением, оранжевый цвет, 65 программам я запретил вручную делать телефонные вызовы. Давайте сейчас вспышимся пониже, я покажу вам. То есть, еще раз говорю, я это делаю периодически, когда есть свободные, свободные там 5 минут в кафешке, пока супругу жду, взял и посмотрел, какие программы там, у каких программ, какие разрешения, и начинаю вручную запрещать. Ну вот, к примеру, TextNow, это программа, которая позволяет делать виртуальную сим-карту, чтобы вы могли получать временные номера для регистрации на каких-то сервисах анонимно, то есть, чтобы вам приходило смс-подтверждение с кодом. И мы видим, что я отключил ей вызовы, потому что для того, чтобы подтвердить, к примеру, регистрацию, программа может автоматически звонить в Великобританию или Америку, в зависимости от того, какой регион я выбрал. Естественно, междугородние звонки, это пипец как-то, тут даже не междугородние, а это звонки в другие страны, это очень дорого, поэтому от греха подальше отключил. И вот так вот, если посмотрим, то многие программы, вот допустим, House, это программа для дизайнеров, я давно мечтаю сделать себе там домашний бар, и мы видим, что я этой программе запретил делать телефонные вызовы. Ну то есть, зачем программе каталогу получается различных там ремонт, ну где люди выкладывают, нужные вызовы. Ну то есть, периодически запускайте и просматривайте. И зайдем в раздел Main и посмотрим, что здесь усортируется по следующему принципу. Вверху, самое такое прожористое по разрешениям приложения, внизу, в самом-самом конце, будет самое безобидное. Но вот смотрите, программа Octopus, Parallel Spaces, Google Play и программа Google Настройки, этим программам действительно можно выдавать столько разрешений, потому что Parallel Spaces дублирует Google Play, это программа для запуска клонированных приложений. Octopus, это программа вообще копирует сервисы Google Play для того, чтобы можно было играть в игры с геймпадом, то есть, в сенсорные игры с геймпадом. Поэтому у них есть столько разрешений. Ну вот, к примеру, давайте возьмем что-нибудь относительно небезобидное. Вот TextNow, программа, которая позволяет делать, получается, виртуальные, ну, виртуальные сим-карты. Вот смотрите, Dangerous, у этого приложения ноль опасных разрешений. Warning, это те разрешения, которые, ну, требуют, как бы, внимания со стороны пользователя. Смотрим. Получение данных запущенных приложениях. Запуск при включении устройства. Ну, это получается Auto Start при запуске системы. Просмотр подключения Wi-Fi. То есть, к моим контактам она не лезет, к микрофону она не лезет, как бы, ну, все, ничего страшного нету. Нормальное разрешение. Платежная система Google Play. Да, если я хочу получить виртуальную сим-ку, с которой я смогу звонить, нужно будет покупать, получается, ну, подписку. Получение системы с Google Play нормально. То есть, настройки аудио это программа для звонков нормально. Не вижу никаких подозрительных активностей. Установка будильника. То есть, все нормально. И то, что я запретил, это определять местоположение. Ну, потому что, если она узнает, что мы из России, она автоматически не дает создавать виртуальную сим-карту. Ну, то есть, вы поняли, как пользоваться с данным приложением. Я понимаю, что я говорю очень быстро, но потому что я вижу по счетчику, что очень много времени уделил этой программе, но она, по сути, реально очень классная, полезная. И это мощный инструмент в разумных руках. И последняя программа называется Powerbank Checker. Что делает данная программа? Она автоматически определяет ваш аппарат, ну, то есть, ваш телефон, размер вашего аккумулятора, вот 3000 мАч. Хотя у меня стоит мод на 3500, но, скорее всего, контроллер не пропускает эту информацию. И мы жмем на кнопочку Start Measure. Нам предложат автоматически отключить все фоновые службы, Wi-Fi, мобильный интернет и прочее, прочее, прочее. я нажму No Thanks, потому что в таком случае у нас видеозапись прекратится. После чего мне предлагается подключить мой Powerbank. То есть, как вы уже поняли, данная программа делает следующее. Она замеряет объем вашего Powerbank. То есть, если у меня, допустим, Powerbank на 20000 мАч, конечно, с одного подхода замерить не получится, но никто не мешает мне каждый раз, когда у меня садится телефон, подключать Powerbank и замерять его объем. Я проверял на старых Powerbank, которые, знаете, еще были, когда я учился, получается, в институте, в 2011 году у Powerbank на 2000 мАч, на полторы, такие, знаете, размером со спичечный коробок. Замерял, действительно, иногда продавцы обманывают, потому что написано 1500 мАч, замерил с помощью этой программы, выясняется, что 1300. Но, по сути, вот эта программа, она дублирует вот такую вот примочку, я сейчас покажу вам фотографию, где-нибудь здесь на монтаже вставлю. Я заказывал с Алиэкспресса специальную штуку, которая позволяет замерять реальный объем Powerbank. Она стоила всего 250 рублей, это копейки, но, по сути, это может делать и ваш Android-смартфон. Особенно эта программка будет круто смотреться на каком-нибудь телефоне, к примеру, Energizer, где там, по-моему, 18000 мАч, и вот с помощью того телефона, наверное, можно любой Powerbank проверить. Ну, вот так вот получилось, что на вторую программу мы уделили очень много внимания, времени, но зато эта программа не требует каких-то дополнительных изысканий, потому что я про нее рассказал, и все. Получается все равно замерять деятельность нашего Powerbank, то есть надо обратно вернуться в нее и нажать на кнопочку Stop Measure, после чего она перестанет измерять наш аккумулятор. Ну, вот такая вот штука. С вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, я надеюсь, вам ролики понравились, ставьте палец вверх, и еще раз хочу извиниться за второе приложение, но согласитесь, безопасность это во главе всего. И если вам нужно по второму приложению сделать какой-то такой объемный вообще, скажем так, видео урок, видеоролик, где я объясняю, как правильно определять выданные разрешения, на что обращать внимание, на что не надо, пишите в комментариях, можем сделать какой-нибудь стрим по основам безопасности на андроиде. Я, в принципе, не против. Пока, и до скорых встреч, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok